Вот это что ли жесть в Москве? Вот это? Вот это вы называете... Вот это вот вы называете жестью. Валя Карнавал, Инстасамка, Мия Бойка и Люся, блядь, какая-то. На вчерашнем фестивале блогеры России. По сообщениям СМИ в Москве фестиваль посетило 106 тысяч человек. В Петербурге 73 тысячи и так далее. И чё это за хуйня? Понятно. То есть Инстасамка стала блогером России. Её не так давно, что там пытались как-то, ну, наоборот, туда-сюда, там, пошла нафиг. Блядь, 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 блядь. Эх, вот если бы я в России остался, я бы смог быть на этой сцене, возможно. Я был бы главным блогером России. Предводителем их был бы, реально. Я взлетаю в страницу, блядь. Ага, блядь, 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 блядь. Блядь, тупо. Ой, блядь. И это 160 тысяч человек. Вот это вот, вот это, ой, 106 тысяч. Вот это. У меня на стриме зрители больше. Вы чё, гоните, что ли? Это не 106 тысяч. Это, ну, дай бог, 5 тысяч. Это не, это или... Что? Какие 106 тысяч? Уёб. Ой, бля. Люди твердят об одном, об одном. Блогеры России. То есть признали блогеров всё-таки. Всё-таки признали блогеров. 106 это примерно на всю площадь. Везде должны стоять люди забитые. А там максимум около 1-2 тысячи. Ну, то есть всё-таки в России признали блогеров. Теперь это, ну, всё это. Это наши, наши блогеры, бля. Выступают в нужный день в нужном месте для нужных людей. У меня сегодня день рождения. Можешь, пожалуйста, сказать пару приятных слов. Чтоб ты стал блогером России. Реально. Звучит, может быть, не очень, но нормально. Я вон смотрю, у них лица счастливые, у этих блогеров. Поэтому чё? Ты видел, там Кобяков выпустил трек в поддержку России. В смысле? Кобяков как? Что ж значит в поддержку России? Кобяков? Может, он ещё на фронт съездит? Спасибо, конечно, большое, но я не видел, нет. А, вот он ещё в Москве. Курьеры в Москве перешли на новый уровень. А шо, откуда? Чё такое? Затопило? А шо, дождь, что ли? Блэ. Так, винуточку. А, ё-моё. Так и в Киеве, говорят, тоже там, ну, нормально так подтопило. Дождь и так далее. Нет. Нихуя себе, блядь. Что-то как-то слишком много воды. Ё-моё. Ну, это не центр Москвы, я правильно понимаю. Как будто в Америке такого нет. А в США? Да не бывает, чё. В Майами такое бывает, да. Да. В Нью-Йорке тоже было пару раз, пару ри. Вот. Да везде такое может быть. А в Дуба... А в Дубае? А в Дубае? Чё, забыли, что ли, а? Забыли? Ладно, я, я предупреждал. Я ж говорил. Блядь. Я ж предупреждал, что это лето будет жарким. Вот. Что это лето будет богато на всякие разные апокалипсисы и так далее. На подобные моменты. Затопление, катаклизмы, клизмы. Пожары лесные там и ещё какие-то там, собственно говоря, будет очень жарко. Ждите, ждите. Скоро, скоро начнётся. Вот. Нам тут уже обещают в Нью-Йорке, например. Ну вот, например, на следующей неделе, в четверг, вот уже пишет. 36 градусов. В Нью-Йорке, блядь. Как такое возможно? Это же вообще пиздец. 36. 36. В Москве. Ну, нормально, по 25 градусов жить можно, как и в Петербурге. Но это пока что. Ебать, в Новокузнецке тридцатник. Вообще с ума сошли. Дубай. Ну, Дубай, как обычно. 42, 40, 37, 39, 41. Да. В Киеве. 30, 29, 28. А сейчас дожди каждый день будут. Сука. Ну, такое. Пока ещё терпимо. Нормально. США направили на Кубу подводную лодку. Гелена на фоне присутствия там военных кораблей РФ. Ну, ладно, окей. По поводу США и Кубы. Там что-то РФ свои какие-то непонятные штуки направила. Корабли какие-то там или ещё что-то. В Чёрном море корабли топят. Вот и на Кубу отправили. Ну, в итоге там, я не знаю, скидывают этот видос. Что, типа, ну, и США туда какие-то свои вот эти вот штуки направила, да. Ох, бля. Нихуя себе, махина летит. Нихуя себе. Что они могут сделать, кроме как отсосать? Кто? Россия? Да ничего они не сделают. Сейчас вот это увидят, обкакаются и всё. А что ты против этого сделаешь? Они только и могут, что, ядеркой угрожать. Они же понимают, что по-другому-то у них не получится. И всё, что остаётся, то угрожать ядерным оружием. Ядерное оружие. Ядерное, ядерное, блядь. А вот так вот один на один выйти там, да. Ну, нет, всё. Естественно, отсосут, блядь. Сто процентов. Поэтому, я думаю, ничего не будет. Ну, так, чисто просто мышцами, мускулами сейчас повыёбываются друг перед другом, да. Где-нибудь там и всё. Явно не будет ничего такого. А ядерка, ну, это ядерка. Что тут, блядь? Блядь. Любой может ядеркой угрожать. Один на один, бидон против Путина. Но вообще было бы так... Вот, самое честное, это именно подобное, да. Именно подобный вариант, чтобы Байден и Путин вышли на ринг. Я не знаю. Как когда-то Сергей Симонов вышел подраться с этим. Как вот, в немагии вот этот чел. Уж не помню, как его звали. Михаил, по-моему. Ну, это было честно. Мужик с мужиком. Как мужик с мужиком. Вышли, значит, и всё. Вот и здесь тоже. Ну, вышли бы уже и решили этот вопрос. Ну, ладно, драться боитесь. Там старые уже. Хорошо. В шахматы поиграйте. Ёб твою мать, блядь. Ладно, может быть, шахматы это слишком умная игра. Ну, блядь, ну в кс-очку зайдите там один на один. И всё, в чём проблема? Компы не потянут ваши. Блядь, ладно. Ну, я не знаю. Ну, в Бравл Старс можно там, я не знаю. Да, окей. На мобилке какой-нибудь у любого потянет. В доте на эсэфах. Да. Тоже как вариант. На самых низких настройках графики вообще нормально будет работать. Короче, блядь. Столько всяких вариантов есть, как решить данный вопрос и конфликт. Нет, блядь. Надо вот такой хернёй заниматься. Не, ну самое-самое, это в хойку поиграть. Вот там примерно то же самое, но только уже в виртуальном мире. Вот и покажите свои навыки, блядь, давайте. В хойке. А шо? Пусть в морской бой играет один на один. Ну, кстати. Реально, морской бой, точно. Как мы с братишкиным это делали. Так же и здесь можно. Все ждали доллар там по 200 рублей. Но в итоге... Нет. Нет, не 200. И даже не 100. И не 150. Ну вот. А пока что вроде как 87. Россияне массово бросились обменивать валюту. После введения новых санкций, Мосбиржа больше не торгует долларами и евро. В питерские обменники образовалась очередь ещё до их открытия. Некоторые точки уже продают доллары по 100 рублей. И дороже. В Новосибирске похожая ситуация. Местные утверждают, что не видели таких очередей даже в марте 22-го года. Тем временем на Мосбирже брокеры блокируют россиянам выводы валюты. Акции биржи обвалились на 15%. Её рублевый индекс опустился ниже... Короче, ну и шо? Ну, тем временем доллар 87 рублей всего лишь. Он ещё ниже стал. Да, то есть ниже. Вчера было 89, сегодня 87. Поэтому... Слушай, мы не так в очередь вставали за Бубокоином. Ну, вот нахуя вам эти рубли и доллары? Реально. Вот если бы вот все вот эти люди начали бы закупаться Бубокоинами, всё было бы нормально. В итоге накупят себе рублей, долларов, думают, что там всё скам. А шо, блядь, стоим-то в итоге? Это не скам, по-вашему? Вот это, блядь, не скам? За скамили всех. В итоге стоят, ноют в очереди теперь. И не могут доллары свои забрать. Вот что скам. А Бубу может любой забрать. В любой момент. Блядь. Во! Не, ну очередь не то, чтобы большая. А чё они... Они хотят доллары забрать или что? А чё они с ними делать будут? Ебать, 132, 137. Там у ЦБ тряска жёсткая. Ну я не знаю, насколько она жёсткая. На P2P биржах уже доллары по 92 рубля продают. Вчера только по 89 продавать можно было. Но официально-то курс 87. Понимаешь? И помимо этого, помимо этого, помимо этого, курс доллара может упасть до 50 рублей. Эй, какой-то эксперт в ШИ, Георгий Остапкович. Он уверен, что если спроса на доллары не будет, то произойдёт неконтролируемая ситуация. Рубль может сильно укрепиться. Как два года назад. Когда доллар был по 51 рублю. Вот. Лучшей инвестицией на данный момент, по его мнению, являются рублёвые вклады в банки под 18-20% годовых. Вот. Я не знаю, что это за вша. Вот. Я не знаю, что это за эксперт. Но доллар по 50 звучит как что-то охуенно. Я бы хотел. Я бы хотел. И да, да, давайте. Давайте, давайте, давайте. Так и сделаем. И это было... Йента было бы круто. Вот. В смысле, иди нафиг. А в чём проблема? Вам-то зачем доллар по 200? Вам это чё даст? Или по 150? Блядь. ЗП в долларах? Ничего себе. А у меня, блядь, ЗП в рублях. Поэтому дайте мне, пожалуйста, доллар по 50. Иди в жопу. Всё. Так это укрепит экономику РФ. Да? А говорят... Говорят по-другому, что чем... Дороже доллар, тем, собственно говоря, лучше экономика России. Потому что, ну, там чё-то... Нефть, что ли, продавать выгоднее. Дороже продают в итоге из-за этого просто. И больше получают. Вот. Ну, оправдываются они таким образом. Да? Когда там, соответственно, рубль падает. Такие, да это нам на руку. Мы в итоге дороже продаём. Вот. Поэтому... Не-е-е. Ну, ладно. Да похуй, блядь! Мне о своей жопе думать надо, ёптвою мать. Дайте мне доллар по 50 рублей, сука. Мне в Америке жить. Алло, в Нью-Йорке надо. Мне ваши донаты рублёвые, блядь, в доллары переводить приходится. Знаете, как... Ну, это ж пиздец. Блядь. Понимаете, да? Поэтому... Чё мне там вот это, шо там в России? Мне хочу... Я здесь нормально жить. В Америке. Поэтому жду. Я задолбался за свою вот эту квартиру платить 300 тысяч в месяц. Кутец, чё советуешь? Мне доллар продавать пока есть сейчас косарь или нет? А то стрёмно за деньги вдруг проебу. Я не эксперт в ши. Я не знаю, чё делать. У меня в рублях ничего нет. У меня всё в долларах. Ну, только вот то, что там осталось от донатов и всё. Поэтому я не знаю. Я считаю, надо в Бубокоина вкладываться. Чё я тебе ещё могу сказать, блядь? Реально. Сейчас рубль вообще куда нестабильнее, чем Бубокоин. Причём я, блядь, серьёзно это говорю. Реально. А, ну зато юань... Юань станет основной иностранной валютой России. Биржевой курс юань-рубль теперь будет задавать траекторию для всех остальных валютных пар. В том числе евро и доллары. А чё вы ржёте-то? А чё смешного? Я не помню. Это плохо или что? Я просто, если честно, вот в этих вот ваших темах, блядь, типа там валюты и так далее. Ну, это плохо? А чё? Почему? Так юань тоже к доллару привязан. Ну. И чё плохо? Почему плохо-то? В России, возможно, появится несколько курсов долларов. Чего, блядь? После остановки торгов на бирже. Опять этот... Опять в шаг какая-то. Больше не ищи меня. Больше не ищи меня. Бля, вот это вообще пиздец. И Вилона опять сбанили на Твиче. Бессрочная блокировка. Апелляцию. Апелляцию отклонили. В очередной раз. Я не знаю, на нём какое-то проклятие, что ли. Или на Твиче работает админ, который его ненавидит. Ну, это вообще какой-то трэш. Ботом отменил опилку за 3 минуты, как только подал её. Ничего с Саком в плане бабок не происходило. Выводов нет. И оплат никаких в течение месяца. Только подаренные 400 сабок за 2 дня до бана. Будем сейчас разбираться, что и как. Ну, наверное, я не знаю, кто ему эти 400 сабок подарил. О, но... Ну, это... Ну, это вообще... Ну, это просто пиздец. Блядь. Опять в отпуск. 14-летний тюменец попал в психушку. Из-за хомяка. В смысле, 5 июня уже было. Какой 5 июня, блядь? Человек говорит про 2 месяца назад. Из-за хомяка. И нет, не настоящего хомяка. Который был у него дома, там, или ещё что-то. А именно вот этот хомяк, который тапует по информации, представленный родителями 14-летнего Дмитрия какого-то, чрезмерное увеличение игровым процессом привело к нарушению режима сна мальчика. Подросток устанавливал будильник каждые 3 часа, чтобы набрать максимальное количество очков в игре. В результате длительной бессонницы у восьмиклассника развилось психотическое состояние с галлюцинаторными переживаниями. В настоящее время подросток находится в стационаре, и его состояние оценивается как стабильное. Пиздец. Не, ну малой хотел, ну как бы максимально хотел что-то заработать. Вот, короче говоря, парень, мальчик, пацан, хотел заработать денег. Целеустремлённый, но цель у него, конечно, немного хуёвая получилась. Не то направление он выбрал. Короче, будьте осторожнее с хомяками, с этими кликами, да. Люди с ума сходят из-за этого некоторые. Да, поэтому надо быть осторожнее, да. Байден отдаёт честь Зеленскому. И что? А! Ой, бля, ладно. Павла Дурова заметили в Кыргызстане, и ни одного, ни одного, а с Гусейном, блядь, Гасановым говорят. Типа чё? Что он, блядь, вообще с Гусейном, Гасановым вместе делает, я... Бля... Непонятно. Фейк? Возможно фейк, надеюсь, по крайней мере. Что... Дуров с Гусейном, Гасановым, там это самое, как-то это вообще очень странно всё. НАТО не считает... НАТО не считает применение оружия Альянса, включая Ф-16 на территории России, эскалацией. А, ну всё. Ну... Про Пашинян, а шо Пашинян? Вот это, что ли? Заявил, что больше никогда не посетит Беларусь, пока у власти Лукашенко. Ага. Один из лидеров ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-х дневной войны, поощрял, верил, желал победы Азербайджану, а после этого я поеду обсуждать вопрос с президентом Беларуси в формате ОДКБ. Разве вы не говорите о достоинстве и принципиальности? Есть ситуация... Ну, короче, понятно. Ну и правильно, нахуй этого Лукашенко ебучего. Таракана, блядь. Туда его. Уважаемый Алексей, удачного вам стрима. И, кстати, я не сдал логи по-русскому. Ох, поздравляю. Спасибо тебе большое за 120 рублей. Сейчас в ТикТоке тренды. У школьников, которые сдают ЕГЭ. Вот. Они записывают свою реакцию на камеру, как они не сдали. А, не сдал? А, ты не сдал, и он сдал. Ну, блядь, тоже поздравляю. Надеюсь, ты смог ТикТок записать об этом. Вот. В основном почему-то девочки записывают ТикТоки. Они ставят перед собой вот так камеру. И такие, фу, сейчас зайду, короче, посмотрю на результаты. Заходят, короче. А там, а там, ничего хорошего. И они такие, блядь, блядь, блядь. Начинают рыдать, короче говоря. Я думаю, пиздец. Шоп ты подавился. Тот, кто придумал вообще эти экзамены, это ЕГЭ. Я, блядь, смотрю, как люди переживают по этому поводу. Там же реально минус психика. Там некоторые орут, что-то, блядь, вещи бросают. Пиздец. Так, как так-то, а? Я в своё время, помню, конечно, переживал, когда экзамены сдавал. Но мне так похуй было. Я пришёл. Вообще. Не готовился вообще никак. Вообще ничего не учил. Блядь. Миша. Ще, подожди. Вообще ничего не учил. Не готовился. Мне так похуй было. Вот вообще. Я пришёл. Я уже тогда, по-моему, чем-то занимался в интернете. Как-то деньги зарабатывал. Такой. Моя похуй. Я независимый мужчина. Мне посрать, блядь. Я прихожу такой. И почему-то мне вот как-то, знаете, во мне была уверенность того, что я всё равно сдам. Я там. У меня получится всё списать. У меня получилось списать. Я просто пришёл. И списал всё нахуй. Причём, если я не ошибаюсь, как я помню, учительница по русскому языку, которая была у нас, она сама нам дала списать. Вот. Экзамен. Я пришёл на экзамен. Сажусь. Мне дают задание. Такой-то билет. Я такой смотрю, думаю, ну понятно, ничего не понимаю. Абсолютно нихуя. И я сижу просто вот так. И жду. Вообще непонятно, чего я жду. Ну, я сижу и так высматриваю, типа, у кого можно взять и списать. А тогда обычный экзамен был. Ну, ЕГЭ не было. Я такой думаю, так. Так. И тут училка берёт. Такая стопка у неё была этих самых. Как она? Ответы. Ну, с ответами на билеты. Книжки такие маленькие, с ответами на билеты. И она берёт эту огромную стопку. Молча просто встаёт. Раздаёт всем. И мне в том числе. И всё. И все такие. Понятно. Открывают. Списывают. Встают. И все уходят. Всё. Экзамен сдан. Вот. Я тоже я взял. Всё списал. Прям один в один. Там пятёрку можно было поставить за экзамен. Она мне тройку поставила. Вот. Она как бы взяла всех там учеников. Их там средний балл. Среднюю оценку, которую они получали там за... По этому предмету за там год. И поставила именно эту оценку. Даже если ты там всё идеально написал. Тройка. Если ты был там двоечником, например. Вот. Поэтому как-то так вот я и сдал экзамен. По алгебре... По алгебре я списал уже. Как раз таки. Причём по алгебре я уже много раз рассказывал. Вообще была история очень интересная. Мне перед экзаменом приснился сон, что я сдаю шестой билет. Билет номер шесть. Я тогда с репетитором ещё занимался по алгебре. Я прихожу, говорю. Ну бля, мне сон приснился. Ещё это... Билет номер шесть сдавал. Она такая... Да? Надо подготовиться. Мы, блядь, берём этот шестой билет. Ну и изучаем его. Всё. Окей. Классно. Прихожу. Через там пару дней уже экзамен. Я прихожу, соответственно, на этот экзамен. Мы садимся. А там такая тема, что все сдавали один билет. Все сдавали. Весь класс. Один билет сдавал. Учительница. Открывает. Там доска была наша. Вот эта вот. Она была закрыта. Она вот так открывает. Билет номер шесть. Я такой... Нихуя себе нахуй. И тут вопрос. Вопрос. Это реально так совпало? Что в итоге нам всем выпал билет номер шесть? Или училка, которой я ходил на дополнительные задания. Это была уже другая учительница. У нас в школе было несколько учителей по алгебре. Мы сдавали у одной. А ходил я учить алгебру к другой. И возможно, вот эта вот, которой я ходил. Она поговорила с этой училкой. Сказала там Хесусу, блядь, приснился сон. Билет номер шесть. Мы его, скажем так, подучили. Изучили, короче говоря. Дай им билет номер шесть. И все. И она всем дала этот билет номер шесть. Но так или иначе. Так или иначе. Он реально выпал, блядь. Я просто охуел. И все писали один билет. Несмотря на то, что мы подготовились, я его все равно забыл. Я был не готов. Я такой думаю, блядь. Какого хуя я ничего не запомнил. Потому что я не поверил в это. Ну, типа, ну, приснилось и приснилось. Ну, не может быть такого, что мне выпадет тот же самый билет. Это ж невозможно. Я прихожу, блядь, он выпадает. Я охуел. Я сижу такой. Что? А я ничего не запомнил. Ну, потому что мне было похуй. Я понимал, что это бред. Оказывается, нет. Такое реально. Я такой думаю, блядь. Но повезло, что все писали один и тот же билет. Передо мной какая-то девка сидела. Я говорю, дай списать. А она мне дала списать. И все. И на этом как бы... Да. Вот. Я все написал. Списал, точнее. Отдаю училки. Она такая... А как ты так все хорошо написал? И я ей буквально говорю. Ну, мне сон приснился. Я подготовился. Она такая... А, да? Я такой... Да. Причем я ее не обманул. Это, блядь, правда. И все. Вот так вот я и все сдал. Такая вот хуйня, короче говоря. Все экзамены, которые я сдавал, я все списывал. Ни к одному из них я нормально не готовился. Вот так вот. Спасибо за просмотр!